Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас суббота, 26 августа, а значит время подвести итоги всей прошедшей торговой недели. Неделя была интересной, здесь и саммит Брикс, и вчерашние выступления Джерома Паула в Джексон Холле. Были сделаны определенные заявления, попытаемся разобраться в том, что он сказал. Разберем конкретно, что будет в будущем с ключевой ставкой от Федерального резерва, как это отразится на американском фондовом рынке, конечно же поговорим и о российском фондовом рынке. Здесь были пару корпоративных новостей, в частности от Лукойла, да, Байбэк, это и дивиденды от Новотека. Поговорим с вами о перспективах роста или падения российского фондового рынка. Ну и, конечно же, как вишенка на торте, поговорим с вами о курсе доллара. Курс доллара теперь вновь достиг отметки почти 95,5 рублей. Какие перспективы у российской национальной валюты на ближайшее время? С вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуацией на фондовых рынках. Но прежде чем говорить о них, не забудьте подписаться на наш новый телеграм-канал, наведя свой смартфон на данный QR-код, или же перейдите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. В нашем канале публикуется очень много полезной и нужной информации для принятия решений на фондовом рынке. Также туда я публикую некоторые свои торговые идеи из нашего закрытого премиум-чата, некоторые свои личные сделки. Поэтому подписывайтесь либо по QR-коду, либо в описании и в закрепленном комментарии. Кстати, в наш премиум-чат сейчас идет набор. Ну а говоря о фондовых рынках, мы можем с вами констатировать, что американский рынок замер в таком некоем боковике, а вот азиатско-тихоокеанский регион находится под давлением. Здесь мы с вами, конечно же, первонаперво смотрим на китайские индексы. И вот они сейчас очень сильно проваливаются. И это объясняется тем, мы уже с вами в нескольких видеообзорах об этом постоянно говорим, что деловая активность в Китае падает, несмотря на все усилия финансово-экономического блока Поднебесной разогнать свою экономику, пока у них это не получается. Они пытаются привлечь и западные фонды на свой фондовый рынок, но пока что это у них не получается. Конечно же, это очень сильно оказывает давление на товарно-сырьевые рынки. В частности, я говорю про рынок черного золота. Китай является одним из главнейших потребителей нефти. И если деловая активность в Китае падает, мы еще раз с вами это обговариваем, то, конечно же, котировки нефти находятся под неким давлением. Но вот будем смотреть, будем наблюдать. Нефть сейчас торгуется в некоем боковике 82-86. Мы вчера с вами это тоже проговаривали. Поэтому пока мы не выходим из этого боковика, лично я в этот бы инструмент бы вообще бы и не залезал. Ну а перенесясь за океан, именно смотрим на Америку. И вчера состоялось, наверное, важнейшее событие этого лета. Это выступление Джерома Пауэлла в Джексон Холле. Мы с вами уже это обговаривали, что это важнейшее такое симпозиум, форум, которого ждут все инвесторы, когда выступает глава Федеральной резервной системы. Здесь он дает определенные прогнозы. А в преддверии того, что уже в сентябре, буквально через три недели, состоится заседание Федрезерва, все ждали и пытались понять, что будет делать Джером Пауэлл со ставкой на следующем заседании. И здесь мы с вами тезисно просто пробежимся, потому что он нам сказал. Во-первых, он отметил, что инфляция снижается более медленно, чем этого ожидал американский регулятор. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, и это отметил Джером Пауэлл в своем выступлении, что для них целевая цель по инфляции это в 2%. Ну а сейчас до этой цели пока что очень и очень далеко. Он точно также отмечает, что экономика чувствует себя на данный момент превосходно, несмотря даже на те высокие ставки, которые мы с вами наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. Они находятся на максимум за последние лет, там, по-моему, 20, а то и 25, если я не ошибаюсь. Он точно также отметил, что рынок труда показывает свою силу, а это лишний раз дает возможность американскому регулятору поднимать ставку и в дальнейшем. Потому что основная задача Джерома Пауэлла, это, конечно же, довести инфляцию до 2%. Мы с вами помним, да, что Джо Байден, американский президент, как раз-таки и продлил мандат Джерома Пауэлла на посту главы Федрезерва именно с целью того, чтобы он поборол инфляцию. Пока это особо сильно не получается. Мы с нетерпением ждем данных по индексу потребительских цен, которые выйдут через две недели, буквально за неделю до заседания Федрезерва, по этим данным и, скорее всего, как я уже много раз и говорил, что инфляция продолжит вновь расти. Мы уже прошлые данные за июль месяц, когда получили впервые за долгие месяцы, инфляция, наоборот, перешла в рост. Скорее всего, это будет и продолжаться. Мы вчера с вами это обговаривали в нашем видеообзоре, что цены на нефть в августе месяце находились на высоких значениях, а, соответственно, это будет оказывать давление и на индекс потребительских цен в Соединенных Штатах Америки. Но многие аналитики полагают, что в сентябре Джером Пауэлл возьмет некую паузу и будет смотреть, а что же на самом деле здесь происходит. Вчера мы точно так же получили с вами и инфляционные ожидания по Америке, и мы с вами видим, что инфляционные ожидания продолжают расти, они вышли хуже прогнозов. Это тот момент, на который смотрит как раз-таки Джером Пауэлл. Потому что те данные, которые мы получаем, ну, к примеру, индекс потребительских цен, да, мы получим с вами за август, это данные, которые мы уже имеем, то есть это уже есть и на это они смотрят. Но инфляционные ожидания это намного важнее, потому что это будущее. А мы с вами прекрасно понимаем, что чтобы бороться с инфляцией, необходимо заглядывать в будущее. И вот чтобы пообороть эти те же самые инфляционные ожидания, мы о них, кстати, будем говорить и когда будем обсуждать Российскую Федерацию, то как раз-таки необходимо подавить инфляционные ожидания, чтобы граждане не думали, что цены будут расти, а не наоборот, в будущем должны думать, что цены должны быть меньше. И вот инфляционные ожидания вышли хуже прогнозируемых. Это вышли данные уже после выступления Джерома Пауэлла, и, соответственно, скорее всего, ставка на сентябрьском заседании в очередной раз будет повышена. Я лично думаю, что это, скорее всего, крайнее поднятие ставки, и потом Джером Пауэлл, и даже он отметил это в своем выступлении, они возьмут паузу, и высокие ставки будут удерживать довольно-таки продолжительное время. И вот здесь, дорогие друзья, я хотел бы с вас акцентировать на такой момент. Сейчас доходность американских трижереи продолжает расти, то есть их пока что распродают, но вот лично я задумываюсь о том, а не прикупить ли тоже американских трижереи, потому что когда Джером Пауэлл возьмет паузу, скорее всего, большинство игроков сразу же ринется с фондового рынка на долговой рынок. И это может привести к довольно-таки серьезной коррекции на американском фондовом рынке. И со мной, кстати, согласны аналитики тех же самых JP Morgan, они ожидают, что к концу 2023 года американский фондовый рынок пойдет в коррекцию. И здесь мы, дорогие друзья, должны учитывать и следующий момент. Закончился, можно сказать, уже сезон отчетности, 94% компаний уже отчитались, и там остались единичные интересные истории. Но вот здесь мы должны иметь понимание следующее. Сезон отчетности прошел очень и очень хорошо. Большинство компаний показало лучшие результаты, чем ожидалось, но американский фондовый рынок в рост не пошел. То есть сила у быков на американском рынке, она иссякла. И здесь намечается довольно-таки серьезная коррекция. Я много раз говорил в своих видеообзорах, что я ожидаю по S&P 500 400-4200. И вот оттуда можно будет уже наблюдать, что будет происходить. Вы должны, дорогие друзья, понимать следующий момент, что не бывает постоянного роста. И коррекционное движение на рынках – это нормальное явление, чтобы снять перекупленность и потом с новыми силами идти наверх. А держать вот индекс тот же самый S&P 500 на уровне 4400, довольно-таки продолжительное время – это не снятие перекупленности, это наоборот скорее говорит о том, что у быков нету сил, а медведи наоборот накапливают силы для того, чтобы уйти в коррекционное движение. Ну а мы с вами давайте перейдем уже плавненько в нашу песочницу и поговорим с вами о российском фондовом рынке. Индекс в московской бирже пытается сломать вот эту фигуру голова и плечи. И мы с вами увидели, что вчера индекс в московской бирже закрылся выше уровней 3150, конкретно закрылись на уровне 3157, выросли на 0,6%. Здесь, конечно же, есть некоторые нюансы, почему это происходило. Во-первых, да, это из-за очередного витка девальвации курса национальной валюты. Мы о нем поговорим чуть попозже, когда будем обсуждать валютную пару рубль-доллар. Но в очередной раз курс доллара достиг отметки почти 95,5 рублей, а индекс московской биржи от этого как раз таки и выигрывает. Но здесь мы с вами видим, что ажиотаж, тот, который был еще тот же самый месяц назад, у игроков он сейчас пропал. Мы особо сильных таких историй с вами не наблюдаем, где просто-напросто куда-нибудь, какую акцию нет к ней, все растет. Нет, определенные истории показывают хороший рост, но на самом деле уже вот этот ажиотаж спал. И рынок на самом деле ожидает уже просто-напросто каких-то фундаментальных новостей. Многие полагали, что вот смерть Евгения Пригожина, да, вот эта авиакатастрофа, которая случилась, послужит таким неким фундаментальным поводом. Но на самом деле этого не произошло. Мы с вами это тоже уже обсуждали во вчерашнем видеообзоре. Более конкретно об этом говорили с ребятами в нашем премиум-чате, когда я говорил, что не переживайте. Евгений Пригожин уже на текущий момент не являлся такой политической фигурой, которой он являлся два месяца назад, когда ЧВК Вагнер входили в Ростов и шли прямой колонной на Москву. Тогда, да, это был его звездный час. Сейчас, конечно же, этого не происходит. И поэтому смерть Евгения Пригожина на рынок не оказала особо никакого давления. Но у нас были пару корпоративных новостей, которые помогли российскому фондовому рынку удержать текущие позиции и даже не уйти ниже уровня 3100. А мы, я напомню, да, что по индексу Московской биржи у нас есть определенные зоны поддержек, да, это 3060-3070, это первая зона поддержки такая локальная. Более серьезно, да, куда мы должны уйти, и все-таки там у нас есть с точки зрения техники незакрытый гэп, это 3000-3010. Мы там наблюдаем с вами незакрытый гэп. Ну, а и более серьезная коррекция, это на уровне 2 800-2 900. Вот сюда примерно я ожидаю, что российский фондовый рынок в случае коррекции должен сходить. Какие корпоративные новости мы получали на текущей торговой неделе? Это, конечно же, можно говорить о том, что тот же самый Лукоил объявил о том, что хочет выкупить 25% своих акций с дисконтом 50% у недружественных нерезидентов. И, конечно же, на фоне всего этого акции Лукоилла пошли вверх. Мы с ребятами из нашего того же самого премиум-чата еще 8 августа ставили цели по акциям Лукоилл. Первоначально 6 600, ну и там определенные другие цели имеются. И, конечно же, сразу же эта цель, первая цель, которую я выставлял для ребят, она была выполнена. Но вот здесь, конечно же, стоит принимать и следующее. Здесь есть один небольшой подводный камень, на который многие почему-то не обратили внимания. А именно то, что через 2 года после этого выкупа акции должны вернуться вновь в продажу. То есть, соответственно, через 2 года количество акций вновь увеличится. И это играет так долгосрочно, небольшим негативом для Лукоилла. Но так как сейчас у нас на рынке торгуют большинство физики, то они вот эти новости некоторые просто-напросто пока что не рассматривают или не внимательно читают. Точно так же, смотрите, здесь мы должны понимать, и многие считают, что сейчас курс нашей национальной валюты взлетает, да, вот таким образом, как раз-таки из Абайбека Лукоилла. Здесь я вас совершенно разочарую. Эта история не такая, которая была у Магнита. Если Магнита, когда выкупал свои акции у нерезидентов, то он пользовался своими внутренними счетами, то Лукоилл заявил, что у них достаточно валюты на зарубежных счетах, и поэтому на внутренний валютный курс, вот этот байбек, никоим образом не повлияет. Мы с вами эту идею уже много раз обговаривали. Лукоилл это был такой ласточка, да, такая первая ласточка, которая, ой, Магнит, точнее, был первой ласточкой, которая выкупала свои акции. Мы еще тогда, в июле месяце, обсуждали, что, скорее всего, этому последуют и другие компании. В частности, мы здесь можем рассмотреть такие компании, как тот же самый Headhunter, можно взять, да, скорее всего, так они и будут делать. Headhunter вообще очень интересная идея. Я в мае месяце, ребята, в нашем премиум-чате эту идею озвучивал, и мы на этой неделе получили с вами шикарнейший отчет. На этих отчетах акции Headhunter выстроили вверх. Потенциал у Headhunter сейчас очень и очень большой, потому что мы с вами в России наблюдаем большой кадровый голод. Об этом, кстати, говорит и Эльвира Сахипзадовна Набиулина на каждой пресс-конференции. Она говорит, что проблема с рынком труда в России у нас большая, у нас очень низкая безработица. Буквально, если перевести на русский язык, то фактически не хватает рабочих рук. И поэтому Headhunter здесь может очень и очень неплохо подрасти. Кто не имеет этих акций в портфеле, советую к ним присмотреться. Конечно же, сейчас акции довольно-таки дороги, и я бы подождал какого-то коррекционного движения. Но если брать в долгосрочной перспективе, то небольшую долю покупки можно сделать даже и на текущих уровнях. Кто у нас еще может объявить такого рода байбэк? Это та же самая Роснефть, это тот же самый наш Металлург, это ММК. Но бизнес ММК мне не очень нравится. Я больше здесь сторонник все-таки Северстали. Но сейчас, да, Металлургия, хоть и находится в таком небольшом коррекционном движении, Металлургия на ближайшее время, я думаю, будут чувствовать себя очень и очень хорошо, потому что у нас и льготную ипотеку ту же самую продлил, да, Владимир Владимирович Путин. Соответственно, те, кто работают, те Металлурги, которые работают на внутренний рынок, у них сейчас довольно-таки неплохие перспективы для роста. Я лично не вкладываюсь в ММК и НЛМК, я больше сторонник все-таки Северстали. Ну и еще один нефтьяник, это, конечно же, Татнефть, тоже может в ближайшее время объявить о выкупе своих акций у нерезидентов Татнефти. Я в свое время не любил эту компанию, но весной все-таки пересмотрел свое решение. Она занимает довольно-таки неплохую долю в нашем портфеле премиум-чаты и показывает очень хороший результат. Покупать на текущих уровнях я бы тоже, наверное, бы не стал, подождал бы небольшого коррекционного движения. Тем более мы смотрим на нефтяные котировки, цены на нефть сейчас вот в боковике, как я уже говорил в начале видеообзора, находятся. Но если все-таки будет пробой вверх, а я все-таки ожидаю, что будет пробой вверх, потому что страны ОПЕК+, скорее всего, будут продлевать, да, вот эти добровольные сокращения, я имею в виду, про Саудовскую Аравию, Российская Федерация в очередной раз может объявить то, что экспорт нефти будет продолжать сокращаться, хотя он сейчас на минимуме за 15 лет, то, конечно же, цены на нефть вновь могут перейти в рост и достигнуть отметок порядка 88-90 долларов за нефть марки Brent. Это что касаемо вот этих байбеков. Ну, у нас вчера пришла еще одна новость. Та же самая компания Novotec объявила о выкупе, ой, не о выкупе, а объявила о своих дивидендах, прошу прощения, все-таки должны понять, суббота, объявила о дивидендах 34,5 рубля на акцию за первое полугодие, и многие меня стали спрашивать, почему мы с вами не увидели мощнейшего движения в котировках акций, да, вроде бы дивиденды объявлены, но если мы с вами посмотрим, то дивиденды просто-напросто ничтожны, это фактически 2% от текущей стоимости, и покупать под эти дивиденды лично я бы не стал компанию Novotec, хотя Novotec довольно-таки перспективно, это тоже наш крупнейший газовщик, но в отличие от того же самого Газпрома, они в легкую могут перенаправлять, да, свои танкеры, куда им необходимы, у Газпрома с этим довольно-таки большие проблемы. Поэтому, если имеете акции Novotec, уже хорошо, но покупать под те же самые дивиденды, лично я бы уже и не стал. Какие еще мы новости получали по российскому фондовому рынку? Это, конечно же, новости по банковскому сектору. ЦБ опубликовал отчет, что банковский сектор сумел заработать 327 миллиардов рублей, банковский сектор сейчас чувствует себя превосходно, именно об этом мы с вами говорили еще весной и в начале лета, что в любом случае банковский сектор будет выигрывать, даже при низких ставках они выигрывали, потому что выдавали большие кредиты. Сейчас они выигрывают от того, что ставка высокая, потому что наши крупнейшие структурные банки, да, это я имею в виду тот же самый Сбербанк, ВТБ, тот же самый Тинькофф, они покупают ОФЗ с переменным купоном и что такое переменный купон? Это плавающая ставка. Чем выше ставка, тем больше они получают купонный доход. Есть облигации с фиксированным купонным доходом, а есть с переменным. Так вот, большинство облигаций, которые выкупаются, это порядка 75% от общей массы банки, скупают именно с переменным купоном и за счет этого они раз получают доходы, второй момент, они получают доходы от процентов по кредитам, да, кредиты все равно берутся, несмотря на то, что вроде бы и не самые лучшие условия, но люди сейчас считают, что инфляция будет продолжать расти, и вот здесь, кстати говоря, мы получили инфляционные ожидания, они выросли в очередной раз на 0,4%, то есть граждане Российской Федерации полагают, что инфляция в России будет продолжать расти, и мы с вами этот момент тоже очень много раз уже обсуждали, и можете пересмотреть наши выпуски за весна этого года, когда нам с экранов телевизора говорили о том, что вот России низкая инфляция, но это как раз таки давили на то, что на электорат, который не совсем понимает в экономике, в прошлом году была высокая инфляция, в этом году она, конечно же, должна была быть ниже, и за счет эффекта высокой базы инфляция год от года показывала низкие значения, но вот эффект высокой базы сходит на нет, и мы с вами видим, что инфляция-то на самом деле растет. Мы весной этого года обсуждали, что если сравнивать не год к году, а взять, к примеру, инфляцию за 2021 год, то мы наоборот видели рост инфляции. Как раз таки вот на инфляционных ожиданиях, про которые мы с вами и говорим, мы видим, что граждане готовы брать даже кредиты и по текущей ставке, и платить их, поэтому банки от этого тоже и выигрывают. Именно поэтому я много раз в своих видеообзорах говорил, что банковский сектор необходимо иметь у себя в портфелях. Мы уже на этой неделе с вами обсуждали такой момент, что я вот ребятам советовал в премиум-чате брать банк Санкт-Петербург, он вырос на 200%, брать Сбербанк, который за год только вырос на 100%, и здесь, конечно же, интересно, кажется, бизнес Тиньков, который вырос всего лишь на 44%, если я не ошибаюсь, проценты, и здесь перспективы роста, конечно же, очень велики, но необходимо понять, будет ли Тиньков переезжать в Россию, вот здесь небольшая загвоздка, именно поэтому он пока что аутсайдер в нашем банковском секторе, но как только решится этот вопрос, я думаю, Тиньков рванет вверх и догонит своих сородичей. Здесь точно так же как раз таки выигрывает и банк ВТБ, я не люблю этот банк, и не советую в этот банк вкладываться, потому что я люблю довольно-таки интересные дивидендные истории, а вот ВТБ, да, мы с вами помним, что Костин нам сказал, что никаких дивидендов в ближайшее время банк ВТБ платить не будет, но ВТБ выигрывает за счет того, что это основной покупатель нашего государственного долга, а соответственно, как я уже сказал выше, они имеют переменный доход, с переменной купоном они покупают облигации, соответственно, за счет этого они и неплохо себя чувствуют. Но вот говоря об инфляционных ожиданиях, что здесь стоит сказать, что на ближайшем заседании, которое состоится 15 сентября, скорее всего, Эльвира Сахибзадовна Набиулина вновь будет вынуждена поднять ставку, потому что мы с вами видим, что курс доллара вновь перешел в рост, да, по отношению к рублю, и, конечно же, вот то решение, которое было принято на экстренном заседании, оно лишь помогло стабилизировать курс нашей с вами национальной валюты, но никоим образом на самом деле не помогло остановить девальвационные процессы. Мы уже в ближайшее время получим с вами данные по бюджету, да, увидим очередной раз, что там происходит с нашим дефицитом бюджета, и я придерживаюсь мнения, что дефицит бюджета будет все равно сохраняться, особенно учитывая тот момент, что мы экспорт сокращаем, а цены на нефть сейчас тоже находятся под неким давлением, то, соответственно, бюджеты, вот эту дыру пока не сумеет заткнуть, а каким образом можно заткнуть дыру в бюджете, это, конечно же, немного девальвировать рубль. Но здесь мы должны иметь особое понимание, что курс рубля будет сейчас находиться, скорее всего, лично на мой взгляд, в таком диапазоне 90-100 рублей, то есть 90-91 это нижняя граница, 99-101 это верхняя граница, то есть в текущей ситуации, скорее всего, у нас есть еще возможность вновь порасти, и потом вновь выйдут монетарные власти, и скажут, что вот обяжут тех же самых экспортеров еще больше продавать выручки. И об этом, кстати, говорит и главный экономист, экономиста Внешэкономбанка, это Андрей Клипач, если не ошибаюсь, вот так зовут, то он сказал, что вот это повышение ставки особо сильного влияния не оказывает, это оказывает именно стабилизацию, а вот если бы экспортеры продавали бы свою выручку больше, или держали бы выручку в России, то вот тогда бы курс национальной валюты стоил бы порядка 75-75 рублей. Но здесь мы должны иметь понимание, что для экономики Российской Федерации, не для нас с вами, простых граждан, а именно для экономики Российской Федерации, это не особо-то и выгодно. Курс 70-75 для нашей экономики невыгоден. И здесь мы должны четко отделять мух от котлет. Экономика страны отдельно, а народ, и благо для наших кошельков, это совершенно отдельный момент. И те граждане, которые кричат, что курс необходим, вот в прошлом году курс был хороший, когда по 51 рублю, в тот момент экономика Российской Федерации как раз таки и стояла на коленях. Благодаря вот этой девальвации рубля экономика страны, да, она чувствует себя более или менее хорошо, но граждане Российской Федерации, к сожалению, этого не могут ощущать, потому что зарплаты наши, большинства россиян, не растут такими темпами, как девальвируется курс национальной валюты. Поэтому, скорее всего, говоря и делая анонсы по заседанию ЦБ, мы можем сейчас предположить, что, скорее всего, на полпроцента, а то и на процент, ставка ЦБ России будет поднята. Что по этому поводу думаете вы? Обязательно, дорогие друзья, пишите уже в комментариях. Ну и напоследок, да, я забыл совсем сказать о главных таких новостях, о том, что на этой неделе, да, прошел саммит БРИКС, мы это вчера с вами обсуждали в нашем видеообзоре, там более подробно мы это сказали. Саммит БРИКС особо никаких таких фееричных новостей нам не принес, да, были приглашены 6 членов, 6 новых членов, это Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, но пока что страны думают, скорее всего, да, Иран войдет в ассоциацию БРИКС, ему и думать здесь не надо, потому что он хочет торговать с Россией, и он является одним из наших таких тоже внешнеэкономических партнеров. А вот Саудовская Аравия, скорее всего, задумывается, входить или не входить, захочет ли она портить отношения с Америкой и со странами G7, или же нет, потому что торгуями, хорошие торговые связи с Россией, они ставят себя и под удар. Здесь будем наблюдать, а больше особо сильно никаких новостей по этому саммиту принято не было, да, ожидали, что будет принято решение о создании новой валюты, но пока что этот вопрос повис в воздухе и в ближайшее время вряд ли будет рассматриваться. Вот такой небольшой у нас видеообзор с вами получился, надеюсь, он вам понравился, да, некоторые новости мы повторили из наших ежедневных видеообзоров, но так как это итоги недели, поэтому здесь мы уже более или менее в кучу все собрали и обговорили. Подводя итоги, мы можем сказать, да, что индекс S&P 500, и здесь он, скорее всего, будет отправляться в коррекцию, и если, конечно, Джером Пауэлл нас не разочарует, в частности, меня, и поднимет ставку, то для американского фондового рынка это будет такой некий удар ниже пояса. Говоря про российский фондовый рынок, мы здесь пытаемся сломать фигуру голова и плечи и вновь отправиться вверх, но еще раз повторю, топливо для роста у индекса московской биржи на текущий момент не имеется, и вновь мы можем достигнуть, да, там максимум отметки 3200-3220, и оттуда вновь отправляться в коррекционное движение. И здесь, как я уже сказал выше, да, к этому необходимо относиться совершенно нормально. Если у вас среднесрочные, долгосрочные портфели, вы просто можете сидеть, а можно даже и не открывать терминал. Конечно же, если у вас открыты какие-то спекулятивные позиции, здесь, да, стоит понервничать, но, в принципе, коррекцию всегда необходимо рассматривать как возможность просто-напросто дозакупиться. И те, кто недавно только пришел на фондовый рынок, особо сильно не переживайте, когда ваша там бумажная прибыль в моменте начинает таять. Пока вы не зафиксировали сделку, у вас ни прибыли, ни убытков нет. И вы всегда должны понимать, что еще на берегу, до покупки, какие движения могут происходить с тем или иным. Активно. Обо всем об этом я как раз-таки рассказываю ребятам в нашем премиум-чате, как правильно собрать портфель, чтобы он удерживался при коррекции, и если рынок падает, то портфель, чтобы не с такой скоростью падал, и если наоборот рынок растет, то чтобы рынок наоборот рос. Если говорить про наш премиум-чат, то наши активы, да, мы вот, портфель, который был собран на весну-лето 2023 года, он обогнал индекс московской биржи чуть ли не на 20%. Я считаю, что это очень и очень хорошо, и сейчас я жду, как манну небесную, наоборот, коррекционного движения, чтобы подобрать там 5-6 бумажек и еще дополнительно, просто по текущим уровням покупать слишком дорого, даже несмотря на перспективу весны 2024 года. Я любитель, да, все-таки дождаться коррекционного движения, подешевле купить, подороже просто-напросто продать. Мы частично прибыль уже зафиксировали, это неделя-две назад, когда индекс московской биржи пошел в резкое коррекционное движение без особых новостей. Напомню, да, что сейчас у нас рулят рынком физики, более 80% их доли занимает на российском фондовом рынке, и любой чих начинает их просто-напросто пугать. Ну, тому пример среда на этой неделе, когда рухнул самолет Евгения Пригожина, на рынках началась менее такая распродажа, но потом все-таки здравый смысл возобладал, и уже в четверг все было просто-напросто откуплено, потому что обращать на такие события внимания лично, я считаю, не стоит. Как бы к этому вы лично не относились, да, это трагедия, да, это потери для России, даже ЧВК Вагнер довольно-таки сильная компания, такой знаменитейший бренд, но я лично считаю, что бренд брендом, и бренд никуда не денется от потери руководителя данной частной военной компании. Ну, такой обзор у нас с вами, дорогие друзья, получился, немного лирики в конце я от себя добавил. Если видеообзор вам понравился, обязательно ставьте лайк, если видеообзор не понравился, ставьте дизлайк, пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, критику, вопросы. Всегда рад помочь, всегда рад ответить на ваши вопросы, если вы задаете вопросы по фондовому рынку, там, или еще почему. Всегда рад вашим позитивным комментариям, они помогают и стимулируют на дальнейшую работу. Также количество лайков тоже показывают, насколько важны вам наши видеообзоры, потому что чем больше лайков, учитывая то, что сейчас монетизация на YouTube нет, это единственный такой мотивационный момент, который стимулирует на запись видеообзоров, потому что это тоже занимает определенное время, как видите, да, суббота утра, а я уже для вас записываю видеообзор, вместо того, чтобы провести это время со своими близкими, родными, друзьями и так далее. Поэтому побольше лайков, побольше комментариев, тогда я буду записывать видеообзоры почаще. Завтра у нас будет видеообзор с планами на будущую торговую неделю, поэтому подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеообзоры, и также на следующей торговой неделе мы с вами проведем большой прямой эфир. Три месяца мы с вами не проводили больших прямых эфиров в YouTube, и вот на неделе я этот эфир сделаю. Во времени мы будем неограничены, скорее всего, начнем ближе, там, к концу основной торговой сессии на московской бирже, и дальше, сколько вашей душе угодно, сколько времени потребуется отвечать на ваши вопросы, столько отвечать я на них и буду. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о прямом эфире. Не забывайте подписываться на наши другие источники, это Яндекс.Зен, это ВКонтакте, это запрещенная в России социальная сеть Инстаграм. Ну и, конечно же, не забывайте про наш открытый Телеграм-канал, наводите свой смартфон на данный QR-код, или же переходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Кстати говоря, ниже этого видео будет опубликовано в Телеграме-канале условия, как можно попасть в наш премиум-чат. Там есть и помесячно, но и есть очень выгодное предложение, пока оно еще действует, получить пожизненный доступ с очень и очень большой скидкой. С 1 сентября подписка на наш премиум-чат подорожает, подорожает довольно-таки серьезно. Во вчерашнем видеообзоре объяснял, почему это будет происходить. Еще раз у вас лайк, подписка, пару слов, комментарии, а я прощаюсь с вами до завтра, когда будем строить планы на будущую торговую неделю. Пока!